В Большом зале городского Дома культуры собрались те, для кого труд – неотъемлемая часть жизни. Это работники городских и районных предприятий, учреждений и организаций. В начале праздника к сидящим зале обратился исполняющий обязанности главы Лобинского района. Хочу выразить отдельное слово благодарности всем – труженикам, хлеборобам, учителям, спортсменам, молодежи, ветеранам, врачам, всем тем, кто делает свою работу профессионально, не оглядываясь назад. Делаю ее качественно, потому что эта работа идет от души, от чистого сердца. Я, конечно, позвольте от всех тружеников нашего района хотел бы выразить слова благодарности губернатору Кубани, Венемину Ивановичу Кондратьеву, спикеру Кубанского парламента Юрию Александровичу Бурлачу, за то, что дают возможность участвовать в краевых программах, за то, что вы увидели в этом году, мы участвуем в благоустройстве, в комфортной городской среде. Это все дает возможность жить нам лучше, качественнее и смотреть с перспективой 2020 год. И, конечно же, в преддверии самого сказочного праздника – Нового года. И Рождества Христова я поздравляю вас и всех жителей, вашей семьи, ваших родных, близких, детей с этими наступающими праздниками. С помощью видеообращения тружеников Лобинского района поздравил директор департамента внутренней политики Краснодарского края. У нас в районе есть уже много лет, существует добрая традиция в конце года подводить трудовые итоги. Потому что в течение года очень много людей в сельском хозяйстве, в переработке, в экономике, в промышленности, в торговле, во всех отраслях трудятся, достигают определенных результатов. Я благодарен всем вам, каждому, кто присутствует в этом зале, кто вообще в целом трудился вместе со мной в команде Лобинского района, за ваш труд, за полную самоотдачу, благодаря вам и благодаря нашему губернатору администрации края. Лобинский район, конечно, жил, он расцвел, он приобрел четкие очертания будущего развития. И я хочу пожелать вам здоровья, крепости, духа, чтобы не терять этот курс и вектора. И значительный вклад в развитие района вносят депутаты ЗСК. Иван Артеменко отметил, что среди всех муниципалитетов края Лобинский район занимает достойное место. И это общая заслуга всех тружеников района. На Лобинской земле живут очень порядочные люди, хлебосольные, но и люди, которые умеют трудиться. И поэтому, конечно же, сегодня будет большой блок награждений. И это говорит о том, что по достоинству оценивает и краевое руководство, и руководство района наших тружеников. И я надеюсь, что сегодняшний праздник будет апофеозом, завершением 2019 года. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить с наступающим Новым годом 2020, пожелать всем счастья, благополучия вашим семьям, удачи в Новом году и всего-всего самого доброго. И с праздником труда. Всего самого, дорогие друзья. За добросовестный труд и высокие достижения награды получили работники агропромышленного комплекса, потребительской сферы, врачи, учителя, спортсмены и многие другие. Это завершенный вклад деятельность предприятия. На праздники отметили хлеборобов района. На протяжении многих лет муниципалитет занимает призовые места по уборке зерновых и зернобобовых культур. В этом году в районных соревнованиях первое место досталось агропромышленному предприятию «Родина». 2019 год для нашего хозяйства сложился успешным. Мы получили хороший урожай как по пропашно-техническим культурам, так и по зерновым. Поэтому хочу поздравить всех тружеников с хорошими успехами, пожелать им здоровья, удачи и всего самого хорошего. Во-первых, гордимся мы тем, что мы заняли первое место по району по уборке зерновых, намолотили больше всех зерна мы, поздравляли коллег своих, которые со мной вместе трудились. Год был трудный, но мы все выдержали, рады этому. Есть в нашем районе люди, которые внесли огромный вклад в развитие муниципалитета. За многолетний, высококвалифицированный труд звание почетных гражданин Лобинского района присвоено Александру Демченко. Александр Демченко, очень кубанский, сельскохозяйственный струк на специальности экономика и организация сельского хозяйства с присвоением к квалификации экономист-организатор сельскохозяйственного производства. Для назначения в 1902 году подрожной заведением организации города Лобинска работал начальником государственной медноводной инспекции по городу Лобинску. Для собравшихся уходящий год выдался насыщенным и плодотворным. Многим удалось достичь высоких результатов. В этом году наши ребята достигли очень высоких результатов. У нас три наших выпускника показали очень высокие результаты, достигли очень высоких результатов. И, конечно же, поступили в высшие образовательные учреждения. Также в нашей школе проводится очень серьезная модернизация. В этом году мы получили по федеральной программе новый кабинет биологии. Это более 2,5 миллионов рублей. Также идет реконструкция спортивной площадки. На сегодняшний момент мы выполняем работы. В целом, очень интересный и очень замечательный год. Год был насыщенным. В нашей работе, как всегда, бывают трудности. Как говорится, легкого в принципе не бывает. Но мы стараемся с этим справляться. Новые задачи, новые цели. Пытаемся решать и помогать, прежде всего, нашему населению. Потому что это первостепенная наша задача. Рабочие подвиги некоторых награжденных в этот день увековечены в книге трудовой славы Лобинского района. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ